итак всем доброго времени суток как я обещал предыдущие видяшки доделал я вот этот красивый синий раствор зеленый тоже не менее красивый и желтый пигмент для тонирования кости сейчас попробую поэкспериментировать звук был на предыдущем видео абсолютно хреновый поэтому переставил телефон на другую сторону чтобы микрофон был хотя бы к лицу повернут будем посмотреть что получилось было у нас самая обычная такая вот костяшка беленькая поэтому подвинем голову подвинем была у нас вот такая беленькая костяшка но синюю я уже показывал это уже сделанная шпилька волоса с янтарем и оралом красным прессованным реже чек что у нас получилось зеленая зеленая у нас получилось вот такое пробовал здесь обрезал вот эту часть больше сигнал то есть про тонировалась насквозь и желтенький получился я еще пока не полировал вот такой вот цвет апельсиновой корки вполне себе симпатичные результаты как говорил где-то в районе пяти дней шести дней она у меня все это счастье мариновалось теперь будем писать если кому-то интересно как это дело повторить есть у нас такая замечательная штука медный купорос есть у нас вода но вода должна быть дистиллированная и нашатырный спирт синий цвет делается при соотношении медного купороса один по весу не по объему естественно к восьми одна часть ну то есть это приблизительно 10 граммов на 80 граммов воды на 10 грамм медного купороса на 80 воды соответственно 100 граммов на 800 грамм воды а нашатырного спирта мы добавляем до момента когда у нас полностью растворяется вот тут мутный бирюзовый осадок то есть у нас жидкость должна быть прозрачная но на донышке немножко осталось я уже не стал злоупотреблять то есть нашатырный спирт по вкусу как соль специи ну по факту получится где-то на литр раствора около 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 200 миллилитров приблизительно приблизительно потому что у вас может быть аптечный нашатырный спирт у вас может быть нашатырный спирт химический химический там извините ребята честно лучше и вы не пробуйте потому что можно легко получить ожога верхних дыхательных путей потом не очень приятно я когда-то так хорошо вдохнул у меня все венки черным цветом по всему туловищу так красиво прорисовались как в некоторых фильмах ужасов рисуют зомбаками стоят поэтому лучше брать спирт аптечный он среднем идет сколько тут у нас нарисовано имеем 10 процентов принципе вдохнуть можно но не смертельно приблизительно рассчитываете из где-то 200 миллилитров спирт аптечный 10 процентный на 200 миллилитров на 1 литр раствора это мы получаем синий желтый здесь нас нашатырный спирт не используется здесь у нас просто бихромат калия вода дистиллированная соотношение то же самое но воды можно чуть больше то есть не один к восьми один к девяти то есть один здесь вот от восьми до девяти соотношение по весу это уже готовый реактив готовый краситель как получить зеленый цвет берется делается синий краситель делается желтый краситель и зеленый получается соотношение синего красителя и желтый краситель два к одному опять же как я и говорил для того чтобы получить более яркие цвета более тусклые цвета пастельные какие-то цвета необходимо самому выбирать консистенцию то есть проще взять несколько штук таких баночек благо вода дистиллированная на любой автозаправке продается самая дешевая и при этом достаточно качественно дистиллированная вода продается в строительных магазинах не рекомендую тратить дохренидла денег на дистиллированную воду которая продается во всевозможных супермаркетах которая позиционируется как прекраснейшая вода для для утюгов для короче техническая стоит она бешеных денег пользы от нее ровно столько же сколько от обычной которую вы купите в любом леруа мерлине эпицентре или где-либо еще в отделе либо сад-огород либо строительные инструменты либо там хотя бы в отдел автохимии где ее продают для омывателя вот фишка а еще одна очень-очень важная деталь по поводу дистиллированной воды когда будете покупать бутылочку дистиллированной воды обратите внимание вы ее когда взболтаете вот видите даже здесь пузырьков нет то есть если взболтать воду дистиллированную у нее поверхностное натяжение хоть и есть но нет никаких не поверхностно активных веществ не какой-то дряни добавленной она сразу же пузырьки теряет у меня был лично в жизни случай когда я зашел на автозаправку купить воду дистиллированную честно говоря здесь как-то меньше конечно пузырьки лопаются в общем я взболтал эту бутылку собственно говоря как взболтал уронил вот если б я не уронил я бы не увидел что пена осталась и прекрасно себя чувствует то есть это жидкость в которую чё-то добавили типа очистили осадили жесткую воду ну и в результате расфасовали по бутылкам продавать в омывателях может ничего страшного и не произойдет но вот что там за химия была использована и как она поведет себя с теми реагентами которые мы будем добавлять хрен его маму знает потому что производителю даже если позвонишь он тебе ничего не расскажет по поводу производства вот так что у нас прекрасно я считаю получился синий цвет кстати в следующем сезоне нас пообещали что вот такую бирюзово-голубой турки раз как его называют да цвет будет трендовым так что он если есть желание сделать все какие-нибудь симпатичные костяные бусики белка у нас появился прекрасный зеленый цвет который можно делать и более темным и более светлым у нас появился желтый цвет полирует потом когда-нибудь в следующих видяшках покажу сейчас просто кольца сама по себе не до конца обработанная была вот вот рецепты если вдруг нужно пишите я может быть буду под видяшками вставлять дребедей но сегодня еще немножко занимаюсь вот у меня есть красивые найденные в лесу черепушки я их уже лаком покрыл будем делать их покрывать металлом медью заниматься гальванопластикой работа с костью довольно таки сложная именно в гальванопластике поэтому будет отдельная видяшка если будет интересно смотрите пишите подписывайтесь спасибо